Щелковская ледовая арена имени Владислава Третьяка – одно из ведущих спортивных сооружений в Московской области, где осваивают лед воспитанники школы Олимпийского резерва, будущие профессиональные хоккеисты и фигуристы. Здесь провел рабочее совещание глава округа Андрей Булгаков. С руководством спорткомитета, тренерами и родителями обсудили перспективы развития ледовых видов спорта в Щелкове. По поручению главы запланирована реорганизация, которая позволит создать дополнительные группы, привлечь к занятиям еще ребят, в том числе старше 14 лет, чего здесь до сих пор не было. Как отметил председатель спорткомитета Кирилл Чапилевский, с нового учебного года учреждение будет загружено тренировками юных спортсменов с 6 часов утра до 8 вечера. Это коснется и хоккея, и фигурного катания. Когда мы расширим мощности, вернем наши? С 1 сентября мы запланировали, мы провели совещание расширенное с Минспортом, они нас поддерживают. У нас есть дорожная карта, которую мы реализовываем, начиная с постановления, и к 1 сентября мы должны запустить все года, все возраста, которые необходимы здесь к размещению. Андрею Булгакову показали, как готовят будущих чемпионов по фигурному катанию. Занимаются здесь девчонки не только из Щелково, но и из соседних городов. Тренировки на ледовой площадке – это только часть их подготовки, остальная работа в зале. Это тренировочный этап группы, там у нас 10 человек. Это дети с вторым и первым спортивным разрядом. Не так давно в спортивном сооружении сняли санитарные ограничения, введенные на время пандемии. Теперь родители вновь получили возможность наблюдать за тренировками на ледовой арене из специального зала ожидания на втором этаже. Заработал буфет. На льду тренируется группа хоккеистов, которым всего 9 лет. Возможно, подрастает смена наших звезд в КХЛ. А вот и резерв для женской лиги. Из-под хоккейного шлема выглядывает задорный хвостик. Камиле и Жене хоккей приглянулся больше, чем фигурное катание. И сколько у них занятий в неделю? Занятий 3-4 раза в неделю. 3-4 раза в неделю по часу? По часу. Час льда и час в фуке в зале. Там, наверное, в втором этаже. Когда потеплеет, соответственно, на улице, мы занимаемся на улице. Ну, тут какая тройка самая перспективная. Да, они все перспективные. На память о посещении Ледовой арены Андрею Булгакову хоккеисты подарили свитер с автографами. А он, в свою очередь, оставил запись в книге почетных гостей. Кроме спорта, в ходе совещания обсудили и еще один важный вопрос, с которым обращались жители этого района Щелково, Соболевки и улицы Пустовской. Он касается благоустройства территории на улице Фабричной между зданием Щелковского театра и Ледовой ареной. Создание здесь общественного пространства для отдыха и уличных тренировок. Большая доля вероятности, что мы в этом году это сделаем. Это было бы здорово. То есть такой же кластер спортивно-развлекательный и уличный, естественно, для всех желающих. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.